всем привет разбираем игру кривбас верес ну что можно сказать если так в целом по игре верес конечно смотрелся по сыграний вы наверное больше хотел и больше делал ну правда не скажешь что моментов было очень много я вообще скажу что моментов ты и не было хоть и там наверно мог быть момент кстати вот когда пасич бил поворотом во втором тайме уже но это я забегаю вперед как всегда потому что ну как ну чтобы вам в целом была картина понятна моменты были моментов не было моментов вообще не было у вереса и это как всегда меня огорчает так по поводу кривбаса ну да на восьмой минуте был момент благодаря кого-то скорее всего пугуту какая разница он пошел видимо ко мне домой потому что в той стороне живу вот и верни дом младший не попал потом был момент с петраковым сидел смеялся но понятно можно смеяться шутить потому что ну действий никаких нет кроме борьбы и вот и вот этот гол как раз да кто он там дохновский ну тут шага бил вот по моему как раз попал я не знаю кому-то хамчиновскому не хамчиновскому кому-то из игроков в общем кривбаса как раз который отворачивался но естественно красивый гол получился вот а и по моему по этому поводу говорил как раз верни дуб что я не понимаю когда игроки отворачиваться от мяча я слышал другое что мечом еще никого не убивали вот такое еще выражение ну в общем в целом так и 2 тайм вот можно только разобрать момент вот как раз пасеча на рука была там но это уже судьи сами знаете в таком положении в таком в таком вот в таком вот вот как по мне надо давать пенальти потом не потому что я там за кого-то потому что мяч летел в пустые ворота и уже был бы счет 20 ну так это ну я так считаю так что я может и ошибаюсь потому что сейчас все выдумывается кто как хочет тот так и трактует ну и в основном что во втором тайме запомнилось это то что я хочу отметить причем очень серьезно это дождь вот больше всего запомнился дождь ну команды обе старались реально живой футбол был но больше вот отметить реально ничего все старались 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 но когда ты там бьешь поворотом ты хоть 20 ударов на нанеси а если из них полтора всего опасны ну конечно отмечать больше ничего я не хочу уже говорить кто там где играл какие там зоны полу зоны 3 из 15 зоны ну я вот не люблю я вот это это просто набор слов и вот и все лучший игрок у меня я вам обещал кубок стерли получает пасич не тот кто забил до дохновский то что там реально случайный гол тоже я вообще думаю что верни дубу пока я так его команду называю потому что пока он там самое действующее лицо футболистов отметить никого вот и вот лучший игрок товарищ пасич правда я не знаю кто из них они одинаковые чтобы никого не обидеть по моему да ладно какая разница ну и вот я думаю что верни дуб может смело сказать что по игре по сути то ли они и особо то и не проиграли много чего не сделали сами почти ничего и не сделали ну много старались игроки вереса но моментов опасных так что тут могла бы быть ничья и она могла бы быть и как раз закономерной вот такой разбор будем разбирать шахтер знаете почему я сегодня довольны хоть и мой друг сегодня проиграл роман григорчук но я доволен то что сегодня столько смешных событий было и не смешных для черноморца но все равно черноморец выглядел просто здорово я так скажу потому что ну все мы даже и оракулом не надо быть да все знали что черноморец а станет своей штрафной и все а тут оказывается первый тайм берем давайте уже переходить а подождите забыл спросить шахтер что сегодня ел хотя там еще так спорный моменте когда забивал до сих пор непонятно трауре или леброн джейнс кстати я хочу спросить у романа где он взял игрока нб и и хорошо сыгравшего сегодня ну по-моему там в трауре мяч попал это я уже про победный гол вот ну и по поводу гола пропущенного давайте потому что там тоже очень смешно поверьте когда шахтер пропускал там хорошо сыграл сегодня в первом даме хороший был но умец до обокрал мяч все прошел пару там финтов отдал как он забыл брагару брагара останавливает мяч делает пару шагов смотрит а там оказывается кривцов держит коноплю ну я считаю что он кривцов вообще ничего не не держал коноплю а просто стоял в очереди так что у кривцова на будет потом спросить зачем стоял что он там покупал а вот ну и вот такой гол получился потому что ну когда на одной линии два защитника но ребята это тем более опытный защитник ну может иногда теряет сознание или падает конопля не знаю надо еще тоже все узнавать ну а теперь начинаем с момента наверное надо сразу же сказать что у петрика был такой хороший момент на четвертой минуте но он ударил туда где надо кстати тоже позвонить в институт физкультуры там могут быть жалобы кстати и зубов тот тоже потом повторил не помню на какой минуте очень первый тайм еще можно сказать хорошо пробил михаиле ченка которую я считаю сегодня лучшим игроком тезку великого михаиле ченка алексея потому что хоть он и не забил но сегодня во первых самый опасный был отдал голевую хотя там начала такого как раз это я уже про гол шведа трауре кстати подождите опережать события трауре там только вышел во втором тайме да сразу же хорошо пробил не погода в там ну я не знаю что он там сделал такой ощущение там бружины вытянулся и в итоге достал спас еще и штангу в итоге мяч попал так что травы отметился сразу же этим ну теперь там она еще сразу же там через сколько-то минут не помню уже был момент как раз у гладкого помните когда тут же опять это я про вратарей сейчас тут же спас трубин потом бил головой михаиле ченка опять ну я считаю что крайне защитники мне кажется не умеет вообще головой там вообще ему и тяжело было потому что он вроде как выскакивал вот ну и я считаю что момент был хороший но для него не не голевой потому что у нас для для многих не голову когда головой играешь не голевой момент вот ну и что по шведу 74 минута до когда он забивает начинает атаку ее опять на умец который был в первом тайме классный во втором судя потому что начал атаку да отдал в середину там по-моему тарас степаненко тарас отдал уже во фланг и михаиле ченка конечно здорово нашел шведа это вот так вот по голам у нас ну и тут как раз пришла такая идея момент матча реально я хочу так уже опередить ну концовку я уже вам рассказал вы все видели до 95 там 30 минута вроде 96 всего играли там мне кстати показал что было может быть население нарушения когда-то раз головой выиграл и вот когда по-моему сильно не знаю точно не буду утверждать вот когда он старался играть головой там кто-то его там помешал ну то такие это прогул да там ударил сразу же очередька попал не попал в троуре ну скорее всего попал ну то что 10 попал троуре как по мне так было вне игры точно но это ладно самый момент матча я прошу всех посмотреть восемь первая минута филипфилим который неудачно вышел мог бы лучше не выходить а вот попал не игры вот посмотрите откуда будет тарас стипаненко мяч вот это вот для меня это момент конечно матча всего был ну тут их во первых два получилось да потому что игол на 90 там за 30 секунд или за 20 вот и вот этот конечно розыгрыш я честно мне не нужны уже анекдоты вот посмотрите все я вам советую ну и лучший игрок я уже сказал понятно что можно сказать я чередки и травы ну там я считаю вот лучшим игроком именно сколько сделал для команды шахтера это михайличенко и ну тут всю команду я уже сказал да черноморец сегодня удивил всех смелостью и так и причем и не случайно потому что момент это тоже были там по сути у шахтера по-моему на один момент всего больше так на всякий случай вот и там конечно больше всего сделала это конечно непогода так что непогода поздравляю ты получаешь кубок стэнли и михайличенко тоже получает сегодня у нас просто вручение кубок стэнли следующий раз я какой-то другой кубок достану так что сегодня два человека получили кубки стэнли вот такой разбор ну и посмотрите 81 потому что ну анекдоты не нужны ребята я вас всех поздравляю игра мне понравилась ну и пока